Тема моей проповеди – Сеяние и Жатва. Библия, я просто больше хочу поговорить сегодня о Сеянии. Вы знаете, когда о Сеянии написаны интересные места, я так несколько просматривал. Апостол Павел Коринфянам, по-моему, написал, 15 глава, 43 стишок. «Сеется в уничижении, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе, сеется тело душевное, восстает тело духовное». Интересно, что насчет Сеяния, тут написано, что сеется в уничижении, сеется в немощи. И интересно, что душевное сеется, а восстает духовное. Насчет сеяния, вы знаете, мы тут живем на этой земле, и такое есть в Библии слово, что человек посеет, то он и пожнет. И я смотрю, что сеять нелегко. Если смотреть за фермерами, нужно спахать землю. Тут нужно в данный момент, они очень много средств складывают, чтобы убить все вот эти терни, волчцы, все вот эти бурьян, чтобы не рос. Нужно удобрить землю, нужно очень сильно подготовить землю, чтобы посеять семя, нужно очень много поработать. Самый большой как бы труд, который нужно сделать, чтобы что-то хорошее выросло, нужно приложить много-много труда для того, чтобы что-то выросло. Нужно подобрать почву, подготовить почву, может быть даже что-то сделать с почвой, чтобы там что-то росло. И мы, дорогие друзья, живя на этой земле, должны много сеять. И очень часто человек, смотря на свою жизнь, он может не понимать, почему так, почему столько проблем в жизни человека, почему так трудно сеять. Почему он вкладывает в ребенка, в маленького, все хорошее, а он вырастает не совсем такой, как бы хороший в данный момент. Может быть ты вкладываешь какой-то в бизнес, какие-то средства, а этот бизнес у тебя сгорает. Может ты стараешься что-то строить, что-то пытаешься как бы сделать, и оно у тебя не совсем получается. Может быть наша даже церковь, мы хотим как-то, чтобы было лучше, но она не такая уж самая хорошая. И вы знаете, задается много вопросов. И для этого я просто взял жизнь одного человека, который много сеял в своей жизни. Этот человек, я просто так просмотрел его жизнь. Его звали Яков. Яков, он и родился даже, когда его рождение было. Это было очень странно. Он даже боролся, он был один из близнецов, он боролся со своим братом, кто первый родится. И он все-таки второй родился. И получается, это было очень важно в то время, знаете, все благословение тебе, все от отца, от родителей переходит. Тем более отцы были в Раме, в Исааке, они были с Богом. У них было много благословений, это был очень важный момент. И он как бы сразу в рождении своем уже потерял. Уже потерял, уже можно прийти разочарование, что ты не первый. И он был меньше и слабее. Брат его был сильный, охотник такой, знаете, по-человечески как бы более благословенный, знаете, сила, смелость. Он был простой человек, пастух. И смотря на его жизнь, ему потом пришлось бежать от своего собственного брата. Хотя каким-то путем он получил благословение, но ему пришлось бежать от брата, спасать свою жизнь. Он потом попал на работу к своему родственнику. Помните, он работал. И он влюбился в его дочку. И семь лет он работал, говорит, как семь дней. Он любил ее. Он строил какие-то планы. Он наконец-то думал, наконец-то вот жизнь моя получится. Вот моя любимая жена будет. Мы вместе заживем. У нас начнутся дети. У нас начнется хозяйство. У нас тут все. Он строил какие-то планы. Но представьте, в один день все планы рухнули. Ему подсунули совсем другую жену, нелюбимую. Он ее не любил. Он на нее не обращал внимания. Он не думал о ней. И тут такое случилось с человеком, которому он старался угодить. Старался всех его овец спасти. Старался, говорит, ни одна овца не пропала. Не было ни к чему, чтобы придраться. Он влаживал все свои силы. Все свое, как желание в того, чтобы делать все правильно. И тут вдруг такой обман. Это был шок для него, вы знаете. Потом он еще работал, еще. И тот же самый Лаван, его тесть, менял множество раз. Обещал ему то награду, то награду. И знаете, ему было нелегко жить. Нелегко. И он много раз боролся с Богом. Он, слава Богу, ушел в очень трудные моменты жизни его. Бог приходил к нему. И Бог ему объяснял. Бог ему говорил, я тебя благословляю. Я тебя благословлю. Но смотря на его жизнь, очень трудно понять было это Божье благословение. Мне нравится, в Библии написано, что Бог будет пасти нас на злачных пажитях. И вы знаете, этот Иаков, он как бы живя своей жизнью, потом происходят страшные вещи в его жизни, что любимая жена умирает. Ту, которую он всегда любил. Ту, которую он всегда желал. И она уходит с этой жизни. Еще не такой старой. Потом у него любимый сынок, он ему делал особые одежды. Он в него вкладывал. Он надеялся, что вот мой сын, который будет в будущее. Те другие у них проблемы, они такие, не такие, как надо. Они такие послушные. Они любят грех. Вот этот больше, как бы совершенный. Вот тот, который будет мне, как бы в старости. И тут вся надежда, которую он возлагал на нее, она исчезла. Потому что сына не стало. Сказали, что звери разорвали его. Это страшно. Понимаете, такие вещи. Потом у него дочка единственная. Единственная дочка, которую он любил. Которая у нее была одна. Ее насилует. И все тоже падает. Все проблемы. Там происходит убийство. Ему приходится туда уходить. И в жизни он, давайте вспомним, как он и шел к своему брату. Брат вооружил 400 человек. И шел вооружен. Ему было очень страшно. Ему было страшно. В то время ты не уедешь, не убежишь никуда. Когда на тебя кто-то идет. И ты слышишь, что еще ведет 400 человек. Я представляю, какие страхи он переживал. Я представляю, какие у него были в жизни серьезные, серьезные проблемы. Он выходил между жизнью и смертью. И были моменты, я уверен, если внимательно читать. Были моменты, когда он немного отходил от Бога. Он недопонимал Бога. Он разуверивался в этом благословении. Он не до конца, может быть, были моменты в его жизни. После таких страшных передряг. Он мог бы такие моменты, что написано, что дух его был бездушный. Что было он вообще. Но когда он слышал новую месть, когда сказали, что Иосиф жив. Он сказал, там написано, что дух его ожил. Сегодня это похоже на нашу жизнь, дорогие друзья. Может быть, ты сегодня живешь, у тебя не все получается. И ты думаешь, где Бог. Я вам хочу сказать, просто уверить, Бог там. Бог в вашей жизни. Бог здесь, на этом месте. Бог любит нас. Бог благословляет нас. Может, это благословение нам не совсем понятно. Может, это нам не совсем легкое благословение. Может, то, что нам дал Бог, нам трудно этим управлять. Нас не хватает сил. Но я хочу с большей и большей уверенностью сказать, да и аминь. Бог нас благословляет. Это может быть не совсем понятно, не совсем приемлемо для нашего разума. Но придут годы. И если мы будем ближе с Богом, мы уже, как и Иаков, мы скажем в конце жизни, что Бог был всегда с нами. И я хочу просто зачитать буквально несколько минут. Что нам Бог обещает, дорогие друзья? Он говорит такие слова. «Возвеселись, неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучившее родами. Потому что оставлены гораздо более детей, нежели у умеющей мужа, говорит Господь. Распространи место шатра Твоего, расширь покров и жилищ Твоих. Не стесняйся, пусти длинные ветви Твои и утверди колия Твои. Ибо Ты распространишься направо и налево, и потомство Твое зазловладеет народами и населит опустошенные города. Не бойся, ибо не будешь постожена. Не смущайся, ибо не будешь поруганий. Ты забудешь пострамление юности Твоей, и не будешь более вспоминать о бесславии и вдовства Твоего. Ибо Твой Творец есть супруг Твой. Господь Саваоф, имя Его, и Искупитель Твой, Святой Израилев. Бог всей земли назовется Он. Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает Тебя Господь. Как жену юности, которая была отвержена, говорит Бог Твой. На малое время я оставил Тебя, но с великой милостью восприму Тебя. В жару гнева я сокрыл Тебя, лицо мое, на время. Но вечной милости помилую Тебя, говорит Искупитель Твой Господь. Ибо это для меня, как воды ноя, как я поклялся, что воды ноя не придут более на землю. Так поклялся не гневаться на Тебя и не укорять Тебя. Горы сдвинутся, и холмы поколеблются. А милость моя не отступит от Тебя. И завет мирового моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь. «Бедная, бросаемая бурью, безутешная, вот я положу камни Твои на рубине, и сделаю основание Твое из сапфиров, и сделаю окна Твои из рубинов, и ворота Твои из жемчужин, и всю отраду Твою из драгоценных камней, и все сыновья Твои будут научены Господом». Аллилуйя! «И великий мир будет у сыновей Твоих. Ты утвердишься правдою, будешь далека от угнетения, ибо Тебе бояться нечего, и от ужаса, ибо он не приблизится к Тебе. Вот будут вооружаться против Тебя, но не от Меня. Кто бы не вооружился против Тебя, падет. Вот я сотворил кузнеца, который раздувает угли в огне, и производит оружие для своего дела, и я творю губителя для истребления. Ни одно оружие, сделанное против Тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с Тобой на суде, Ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от Меня, говорит Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok